всем привет и добро пожаловать minecraft мы продолжаем наше индустриальное наживание это уже 17 серия как вы помните в прошлой серии мы сделали такую небольшую систему по добыче дистиллированной воды как вы можете увидеть за буквально несколько минут пока я перерабатывал ресурсы здесь уже накопилось больше 6000 миллибакетов дистиллированной воды это означает что мы уже прямо сейчас можем сделать четыре ускорителя я напоминаю дистиллированного вода нам нужно для того чтобы делать ускорители и для того чтобы ускорять наши механизмы которые есть индастриал кран 2 эксперимент именно для начала для наших дробителя чтобы они побыстрее придрабляли руды так вот там для каждого вскрытеля нужно три капсулы хладагента и соответственно для того нам нужна дистиллированная вода но об этом подробнее прошлой серии какие планы у нас сейчас на эту серию это уже наконец-то мы начнем понемножку осваивать месяц в этой серии мы еще не я не построен но я покажу вам с чего начинается мне сеть какие принципы поиска этих метеоритов так как без метеорита вы не сможете начать строить никакую месяц чуть позже я объясню почему сейчас немножко пробежимся по базе с посмотрим что здесь ты как я еще немного размножил коров здесь овец уже очень много шерсти даже не состригая потому что шерсти очень много так пойдем карьеру посмотрим что у нас там так угля как мы видим очень много ресурсы я уже собиралась до ресурсы но опять начал уже добывать обсидиан означает что он же скоро докопает до дна как видим здесь осталось еще где-то уровне 20 может 22 уровня до дна ну хорошо то есть карьер работает понемножку добывает ресурсы здесь у нас ферма ну все по-прежнему то есть добавит очень много древесины древесины пропадает как-то жаба уже задавила что пропадает очень много древесины поэтому все-таки решил начинать делать умея сеть и месяц я решил начинать делать не только из-за того что пропадает древесина из-за того что мне все очень ускоряю ускоряет развитие именно в инвестриальных сборках очень ускоряют развитие так и помогает быстрее крафтить и собственно поэтому ну и хранить ресурсы поэтому мы будем делать это но перед тем как начать делать имя сеть я еще хотел показать вам такую маленькую хитрость Если кто-то не знает, скажу, смотрите, уголь, который мы добываем в этом, карьер, который добывает нам карьер, я дроблю его на угольную пыль, вот такой угольный пыль, с которой я делаю уже алмазы. То есть в одной из прошлых серий я показывал, каким образом на начальных этапах развития можно сделать несколько алмазов для того, чтобы скрафтить, что вам нужно. Если вам не хватает несколько штук, вы всегда можете использовать таким способом, чтобы не добывать, если вам, к примеру, не хотел несколько алмазов, вы можете сделать. Конечно же, такой способ мне подходит для того, чтобы делать алмазы промышленных количеств, то есть очень много, потому что много нужно угля, это все нужно дробить. Тем более, что если вам нравится такой способ добычи алмазов, то на своем канале в разделе автоматизации я снял видео урок о том, как построить и автоматизировать завод по добыче алмазов, основываясь именно на этом способе, то есть на угольной пыли, скажем так. Посмотрите обязательно, там, ну, как бы, увидите, каким способом можно в этом тестировать завод, чтобы он работал без вашего участия, и вы только проходили, собирали оттуда алмазы. Так, что за маленькую хитрость я хотел показать вам? Так вот, чтобы дробить уголь, да, есть такой способ, можно дробить, просто закинуть уголь в дробитель, он будет дробить его, но можно сделать таким образом. То есть берем уголь и делаем из него угольные блоки. Для чего это нужно, сейчас объясню. Таким образом, делаем столько, столько получится угольных блоков. Так, и еще два. Вот таким образом у нас получилось 56 угольных блоков. В чем суть? Суть в том, что дробитель с одной скоростью дробит как одну штучку угля, так и один угольный блок. То есть скорость дробления одинаковая, но на выходе мы получаем, когда мы дробим одну штучку угля, мы получаем одну угольную пыль, а когда мы дробим один угольный блок, мы получаем 9 угольной пыли, так как один блок состоит из 9 угля. Таким образом, за тот же промежуток времени мы можем передробить в 9 раз больше угля То есть, соответственно, угольная пыль Это очень сильно экономит время, скажем так, дробления Особенно, да, на таком этапе игры, как я сейчас Дробители, ну, нет ускорителей Это все процесс, как мы видим, очень долгий И ждать, пока у вас передробится много угля, это, ну, как бы долго То есть, просто делаете блок, блок закидываете, он дробится Такой же способ подходит и к лазуриту То есть, также делаете из лазурита лазуритовый блок И сразу получаете 9 штучек Мы будем пользоваться таким способом, когда уже будем делать ускорители и эти Ну, нам нужно будет там лазурит и пыль, для того, чтобы сделать хладагент Но сейчас дело не в этом То есть, в данной серии нам нужно искать метеорит Что такое метеорит и зачем они нужны На карте, как бы, я не вижу Мне кажется, что вот здесь, вот, упал метеорит Нужно будет пойти поближе посмотреть Как бы, да, но я не бегал много по карте Если вы бегали по карте, вы могли заметить, что есть такие метеориты То есть, упавший метеорит время от времени, они появляются, так, как бы, генерируются на карте Сложность стоит в том, что иногда метеориты, как бы, генерируются под землей И их не видно То есть, как найти метеорит и зачем нужны метеориты Дело в том, что мод Applied Energistics, он начинается с высекающих прессов То есть, для того, чтобы начать, как бы, строительство в МЕС сети Вам нужно первоначально добыть 4 обязательных пресса Да, то есть, давайте я покажу Вот такие 4 пресса Есть самый простой, это, вот, кремниевый пресс для высекания Потом идет логический пресс для высекания Потом вычислительный пресс для высекания И инженерный пресс для высекателя, да 4 пресса Вам нужны все 4 пресса по одной штучке То есть, обязательно, без какого-либо из этих прессов Вы не сможете ничего сделать в МЕС сети Ну, как бы, что-то, конечно, сможете сделать Но основные механизмы МЕС сети вы не сможете сделать без этих прессов, да И дело в том, что у них нет крафта Их нельзя скрафтить никаким образом Они случайным образом появляются в сундуке в самом метеорите То есть, когда мы найдем метеорит В центре метеорита есть сундук И в этом сундуке уже есть эти прессы, да То есть, прессы для высекателя Если вам повезет, можете найти в одном сундуке сразу 4 пресса Но, если честно, мне ни разу таким образом не везло И даже была такая Один раз такая ситуация была Когда я где-то часов 5 или 6 искал разные метеориты Очень много и не мог найти кремниевый пресс То есть, этих у меня уже было по штук 8-10 различных этих прессов Но кремниевый никак не мог найти И это за пара То есть, бывает, ну, по-разному Но зачастую такого нет То есть, зачастую с второго или третьего метеорита У вас уже будет все прессы Итак, что нам нужно, чтобы найти метеорит? То есть, как я говорил, вы можете встретить их просто на карте Но если на карте вы не встретили их Вам нужно сделать специальный компас Смотрим, вот он Метеоритный компас Добавляется модом Applied Energistic И служит только для одной цели Для обнаружения метеоритов Нам нужен заряженный кристалл истинного кварца И 4 кусочка железа Давайте быстренько скрафтим Так, вот, заряженный кристалл истинного кварца И 4 железа 3-4 Обратите внимание, именно заряженный кристалл Не просто кристалл истинного вестинного кварца А именно заряженный кристалл Кладем заряженный кристалл сюда И вкладываем его железными слитками Получаем метеоритный компас Еще получаем достижение Охватник на метеорит Да? В чем суть? Скажу сразу Он реагирует Не просто на метеорит А он реагирует на небесный камень То есть Сам же метеорит Он состоит из небесных блоков То есть Небесных блоков небесного камня Так вот Этот компас показывает На ближай же Вот как мы видим Стрелка Вот у меня Так Вот он В руке компас И есть стрелка Когда я поворачиваюсь Она поворачивается в сторону Где есть блоки небесного камня С одной стороны Это как бы плюс Но с другой стороны минус И потом еще понимаете Почему это минус Сейчас как бы еще не об этом Так вот Компакс Нескрафтили Что нам нужно еще? Ну как бы Обязательно это компас Компас И обязательно это кирка С уровнем добычи Алмазная или выше Ну в данном случае У меня бур И простой шахтерский бур Не подходит Нужно именно алмазный бур Потому что Уровень добычи Как я уже сказал Должны быть Алмазные кирки Или выше Потому что Небесный камень Нельзя добыть Ну и другим блоком Да Другой киркой точнее Так Кирка у нас есть Компас у нас есть В принципе Из основного Из основного Это все Но Также я советую Сразу же подготовиться Каким образом подготовиться У меня есть Реактивный ранец Подготовиться К чему Точнее Подготовиться К тому Что возможно Такой случай Когда я сказал Что вам нужно Будет найти Не один метеорит А несколько И нужно будет Много летать По карте Да То есть Бегать по карте Летать по карте Или если метеорит Упадет в воду То как бы Но соответственно Вам нужно будет В воде Это все добывать Ну Есть свои сложности Скажем так Значит Что нам нужно Нам нужно Взять какие-то блоки Да То есть Для того Чтобы потом Строить Покажу Чтобы Что мы будем Строить Вот я возьму Булыжник Вот 5 стаков Нам вполне Достаточно Даже меньше Можно было взять Мне Суть Важна То есть Берем булыжник Что нам нужно Еще Вот у меня Есть Эректильный ранец Он нам Очень сильно Поможет Новая Эректильная рация Есть одна Такая Особенность Он быстро Поднимается Вверх Но когда Вы хотите Лететь Прямо То есть Он Ну Как бы Очень Очень Слабо Вперед Да То есть Лететь На нем Вперед Очень Очень Как бы Туко Нужна Квантовая Броня И на Квантовой Броня Уже Можно Летать Быстро Вперед А Здесь Даже Быстрее Бежать Пешком Нежели Лететь На Эректильную Рация Поэтому Эректильный ранец Вам Поможет Разве Что Забраться На Какой-то Большую Горку Да Или Ну Чтобы Не Обегать Ее Или Большую Яму Прилететь Но Если Вам Нужно Бежать Вперед Он В этом Не Поможет Именно Поэтому Я Делаю Вот Такую Штуку Как Он Дельтаплан Добавляет Мод Опен Блок Скрафтится Очень Просто Нам Нужно Два Крыла Дельтаплана И Как бы Палка Да То есть Нам Нужно Четыре Взять С собой Пять Палочек Так 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 Где они Вот Пять Штучек Я бы Еще Взял Несколько Этих Как Они Факелов Сделай Себе Сразу Вот Столько Будет Достаточно Даже Но Опять Палочек И нам Нужна Кожа Вот У меня Кстати Из Коровки Достаю Свой Меч Края Потому Что Он Зачарован На Добычу И Мы Будем Получать Больше Кожи Субиста Коров Так Вот Одна Пока Что Вот Кстати Сразу Упало Четыре Стейка И Две Кожи Вот Сейчас Еще Три Четыре Кожи Упало Видите Так Ну Шестнадцать Все Достаточно Нам Вполне Идем Скрафтим Сейчас Быстренько Этот Дельтаплан Так Для чего Дельтаплан Сейчас Сейчас Увидите Для чего Он Нужен Так Делаем Его Так Нам Нужно Вот Так Нам Нужно Два Крыла Выставляем Рецепт Вот Получаем Дельтаплан Дельтаплан Кладем На панель Быстрого Доступа Что Нам Дает Дельтаплан Он Поможет Нам Лететь Вперед То есть Смотрите Достаем Дельтаплан В руки Взлетаем Высоко И Включаем Дельтаплан И Теперь Посмотреть Какая Скорость Полета Вперед Вперед Влево За несколько Секунд Как далеко Я уже Отлетел От базы То есть Дельтаплан Поможет Нам Путешествовать Как бы На далекие Расстояния При этом Не тратя Энергию Ранса Летающего Ранса И Ну Очень Быстро То есть Это Такая же Скорость Как у Квантовой Брони Гравитационный Что нам Поможет Дельтаплан Что нам Нужно Еще Взять С собой Так Давайте Подумаем Дельтаплан Висали Еще Есть Одна Опять Возвращаясь К Одному Из Моих Любимых Модов Это Экстра Утилит Там Есть Такой Один Очень Хороший Блок Называется Он Ангельский Вот Ангельский Блок Смотрите Ангельский Блок Что Это Такое Давайте Я Скрафчу Вот Нужно Два Пера У меня Должны Быть Еще Вот Есть Как Раз Две Штуки Нужен Обсидиан Одна Штука И Один Золотой Слиток Вот Он Вкладываем Рецепт Таким Образом И Получаем Ангельский Блок Значит Смотрите Какая Штука Этот Ангельский Блок Можно Поставить В любом Месте То К примеру Булыжник Построить Ну Вот Где-то Вот Здесь Построить Булыжник На Такой Вест Вам Нужно Ввести Булыжник От Блока От Сюда И Как Б До Верха Ангельский Блок Это Очень Хороший Блок Смотрите Я Подлетаю Вверх И Просто Выставляю Возле Себя То Ему Не Нужно Присоединяться Никаким Блоком Он Ставится На Месте Вашей Руки И Я Уже Поставил Ангельский Блок И И Еще Какая Штука Он Вы Никогда Его Не Потеряете Потому Что Вы Нажимаете Левой Кнопкой Мышь И Он Сразу Телепортируется Вам В Инвентарь То Есть Он Никогда Не Упадает В Лаву Не В Я Просто Ставлю Над Водой Ставлю Ангельский Блок И Уже От Него Строю Небольшую Дамбу На Которые Будут Добывать Метеорит Потом Видите Он Во Многих Случаях Нужен Ангельский Блок Увидеть Еще Потом Будем Добывать Метеорит Ну Что Я Думаю Что Взял Все Нужное Ранец Давайте Еще Немножко Зарядим Его Чисто Символически Нам В принципе Хватит Так Как У меня Есть Еще Этот Аккумулятор Я Напоминаю Такой Ранец Можно Зарядить От Заряжающего Аккумулятора Просто Переложив Его Сюда На Панель И Он Начинает Заряжаться Аккумулятор 400 тысяч Энергии Мы Можем Очень Далеко Лететь Так Ну Все Теперь Берем В руки Компас И смотрим То есть Он Показывает Нам В том Направлении Хорошо Не Проблема Взлетаем Включаем Наш Дельтаплан И Полетели Так Вот Он Показывает Сюда Я Смотрю На Панели Быстрого Доступа Вот 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 Как Я Говорил Здесь Место Падения Метеорит Вот И Смотрите Что Происходит Сейчас Упс Он Реагирует На Вот Эти блоки Небесный Камень Видите Он Эти блоки Добавляется Модом Пайт Энергистик То есть Компас Реагирует Не на Сам Метеорит А на Эти блоки Небесный Камень И В этом Есть Его Минус Большой Минус Почему Потому Что Вот Там Я Уже Вижу В воде Есть Этот Метеорит Вот Он Метеорит Он Состоит Полностью Из Блоков Небесного Камня Но Это Как Б Таким Образом Сделано Будто Он Врезался В Землю И Блоки Разбросало По Территории Образовало Такой Кратер То есть Образованный Кратер И Там Есть Сам Метеорит И Особенность В том Что Этот Компас Он Будет Реагировать На Блоки Небесного Камня Вот Смотрим Да Вот В этом Чанке Есть Блоки Небесного Камня Здесь Нет Видите Он Не Крутится То есть Он Показывает Как Бо Направление Как Только Я Захожу В Большой Плюс Нам Нужно Брать Собой Спальный Мешок В Дальнее Путешествие Да Вот Я Сейчас Поспал И Как бы Нормально Отдохнули Можно Дальше Продолжать С Метеоритом Разбираться Вот В этом Чанке Нету Небесного Камня Как Мы Видим Стрелочка Показывает Что Он Там Метеоритный Камень Есть Где-то Там Но Вот Там Есть Сам Метеорит Видите То Есть Компас Не Показывает На Метеорит Он Показывает На Ближайший К вам Небесный Камень Он Находится Здесь В Этому Его Минус Почему Потому Что Если Мы Добудем С Этого С Метеоритом Это Будем Сундуки В Сундуке Не Будет Нам Всех Нужных Пресс Нам Нужно Будет Искать Следующий Ну Давайте Мы Посмотрим Что Там А потом Уже Будем Разбираться Так Достаем Суебур И Начинаем Добывать Значит Смотрите Какая Особенность Хорошо Что Здесь Под Водой Потому Что Я Не Смогу Спокойно Показать Как Это Все Работает Ну Давайте Посмотрим Особенность В том Что Этот Сундук Он Всегда В Самом Центре Метеорита И Можно Очень Легко Чтобы Не Добывать Весь Метеорит А Сам Сундук Еще Очень По Цвету И По Текстуре Очень Похож На Сам Метеорит На Небесный Камень Чтобы Не Добывать Весь Метеорит И 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 Здесь 5 Блоков Так Нужно Вылезти Немножко Чтобы Быстрее Копать Вода Сносит Нас Так Давай Давай Вот Смотрите Какая Вещь Да Вот Здесь 5 Блоков Вот Здесь Опять 3 Блока И Сама Верхушка Метеорита Она Так Долго Копаю Вот Уже Давайте Отсюда Прокопаем Чтобы Побыстрее Было Все Под Водой Очень Долго Копает Так Нужно Прокопать Чтобы Увидеть Что Там Происходит Так Ныряем Смотрим Ага Вот Какая Ситуация Копаем Саму Верхушку Э Э Э Э Э Э Метеорита Так Что Мы Здесь Видим У Нас Есть Здесь Такой Метеорит Вот Есть Три Блока Грань И Здесь Три Блока Грань Вот Если Я Сейчас Здесь Прокопаю Здесь Не Будет Вот Три Здесь И Три Здесь И Нам Нужно Взять Центр От Этой Стороны Вот Центр Здесь И Центр Здесь И Соединить Блок Соответственно Вот Этот Блок Нам Нужно Копать И Под Ним Будет Будет Находиться Наш Этот Так Вода Сносит Меня Так Давайте Мы Сделаем Таким Образом Так Нет Вот Так Вот 5 Это Вода Сносит Вот Так Будем Я Могу Достать Ага Я Не Достаю Вот Этот Центральный Блок Ну Давайте Копаем Вот Здесь Вот Находится Сундук Нужно Еще Ниже Прокопать Где Это Наверное Три Три Нам Нужно Будет Прокопать Так Еще Не Вижу Давайте Еще Копаем Небесный Камень Еще Один Блок Еще Один Блок Вот Сундук Из Небесного Камня Прямо В точку Так Давайте Вынырнем Возьмем Немножко Воздуха Видите То есть Копаем И Прямо В точку Попадаем И Здесь Нам Совершенно Не Повезло Только Один Инженер Не Просто Были Но Хоть Благо То Что Не Неизвестная Технология Мы Получили То Нам 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 Инопланетная Технология Совершенно С чем я согласен Потому что Мод Эплайт Энергистик Сразу Видно что он не с этой планеты Так Вот Какая Сейчас Ситуация Получилась Добыли мы Сундук То есть Нашли Сундук Но Добыли Только Один Прест И Теперь Нам Нужно Искать Второй Метеорит Но Смотрите Как Нам Быть В Эти Ситуации Потому что Компас Крутится Если Мы Даже Вылетим За Чанг В Котором Есть Небесный Камень Смотрите Что Будет Происходить Вот Я Вылетел И Стрелка Всегда Нам Будет Показывать На Ближайший Метеорит То Есть И Как Нам Узнать Где Следующий Метеорит Есть Один Такой Способ То Я Делаю Таким Образом Просто Лечу До того Время То есть Лечу От Метеорита До Времени Пока Стрелка Не Переключится На Следующий Ближайший Метеорит Смотрите Внимательно На Панели Быстрого Доступа За Стрелка Метеорита Она Показывает Пока Еще Все Еще Показывает На Тот Метеорит Который Метебели Я Лечу Лечу Таким Образом Просто Лечу Прямо В Вот Так Что-то Куда-то Туда Вот 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 Все Приключилось Нет Опять Туда Приключилось Еще Немного Нужно Пролететь Так Стоп Где я Уже Ага Да Все Верно Дальше Нужно Лететь Что-то Далеко Как-то Не повезло Мне С местом Спауна То есть Далеко От Метеоритов Очень Из этого Поиска Метеоритов Затягивается Серия Слишком Так Что-то Приключилось Опять Назад Давайте Я покажу Вам Еще Как Найти Второй Метеорит А дальше В принципе По аналогии Вы Сможете Сориентироваться Я просто Хотел Найти Метеорит Который Будет Под Землей Чтобы Его Не было Видно Чтобы Показать Где Метеорит Находится Под Землей И Ну Как бы Чтобы Не раскапывать Там Очень Много Блоков Земли Так Вот Все Приключился На следующий Метеорит И показывает Нам В ту Сторон Отлично Вот Прямо Там Есть Метеорит Давайте Долетим Надеюсь Он Будет Под Землей А не На Поверхность Так 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 Далеко Лететь Пешком Мы бы сюда Бежали Очень Долго Все Вот Он Чанг В котором Находится Метеорит Как мы Видим Компас Начал Крутиться Да Так Давайте Мы Сразу Ж И Смотрите Что Происходит Нету Не Видно Метеорита То Есть Ни Одного Блока Небесного Камня Не Видно То Он Находится Здесь Под Землей Как Нам Знать Где Копать То Смотрите Что Происходит Куда Что Начинать Копать Здесь О Кстати Интермен Давайте Мы Его Убьем Интерперы Нам Очень Нужны Опа Есть Одна Штучка В принципе Такая Да Ладно Метеорита Не Видно Так Смотрите Быстренько Объясняю Что К чему То Дальше Там Сориентируйтесь Как Нужно Делать Просто Смотрите Внимательно И Запоминайте Информация Довольно Таки Сложная Но В принципе Ничего Сложного Здесь Нет Нам Нужно Включить Это Как Вот Сетку С чанками Нужно Включить Вот Смотрите То есть В этом чанке Метеорит Так Стоп Есть В этом чанке Нет В этом Есть Смотрите Какая Какая Здесь Затрава То есть Я Ставлю Булыжник Где Нужно Ставить Булыжник На Крайний Блок Сейчас Компас Не Крутится Как Только Я Перехожу Сюда Вот В этот чанк Компас Начинает Крутиться Видите То есть Вот Он Крайний Блок Я Ставлю Сюда Просто Посмотрите Потом Понимаете В чем Суть Ставлю сюда Компас Вот Не Нет 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 Не Сюда А на Первый блок Когда Компас Начинает Крутиться Вот Он Начинает Крутиться Соответственно Я Ставлю Булыжник Сюда Теперь Я Иду В сторону Вот Например В ту сторону Не важно В какую Сторону Иду К примеру В эту Сторону До того Времени Иду Пока Компас Не Перестанет Крутиться Но Важно Идти По той Самой Линии По Которой Ну Как Б Шли Вначале Да То есть Где У нас Стоит Булыжник Поэтому Вот Я Иду По Этой Линии Вот Все Перестал Крутиться Так же Само Я Ставлю Булыжник На Тот Блок Где Он Как Б Начинает Крутиться Возвожу Такую Небольшую Башню Смотрите Это Будет Крайняя Точка Чанков Которая Находится Метерия Теперь Я Иду В эту Сторону От Булыжника Иду В эту Сторону Пока Компас Не перестанет Крутиться Вот Перестал Соответственно Вот Где Наша Вот Здесь Да Наверное Вот Здесь Он Еще Не Крутится Вот Здесь Уже Начинает Крутиться То есть Я Возвожу Такую Вежу Вот Здесь И Теперь Какая Штука Теперь Нам Нужно Посчитать То Ну В идеале Конечно Еще В эту Сторону Пойти Ну Давайте Пойдем Уже Посмотрим По этой Линии Идем Туда Пока Компас Не перестанет Вращаться Так Так Еще Вращается Вот Стоп Вот Здесь Он Вот Здесь Он Начинает Вращаться Здесь Как мы Видим Нет Только Я сюда Залетаю Все Начинает Вращаться Вот Здесь Еще Возводим Такую Вежу И Смотрим Вот Такая Обрасывалась Кругая Область Я Уберу Сетку Чтобы Увидеть Видите Три Вежи Эти Столбика Которые Я построил Они Образуют Такой Квадрат И нам Нужно Посчитать Центр Высчитать Центр Этого Квадрата Самым Ну Приблизительно В самом Центре Этого Квадрата Уже Будет Наш Метеорит Так Давайте Ложимся Спать Быстренько То есть Это Уже Приблизительно Давайте Я Еще Покажу Как Это Все Сделать И Буду Заканчивать На По Иксу 304 И Так 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 Давайте Сюда Быстренько Бежим Которые Вежи И Здесь У нас По Иксу 335 Минус 304 Это Получается 31 блок То есть От Этого К Этому 30 Блок Значит Центр У нас На 16 Блоке Так Считаем Так Вот Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Тринадцатый Четырнадцатый Пятнадцатый Честнадцатый Вот Почти Угадал Вот Здесь Центр И Соответственно Приблизительно Таким Же Самым Образом Еще Шестнадцать Блоков Вот В эту Сторону Соответственно Один Два Три Четыре Четыре Так Туда Так Так Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Четырнадцать Двенадцать Двенадцать Вот Как мы Видим Вот Эта Точка Это Должен Быть Центр Между Этими Двемя Двемя Столбами Да То есть Я Конечно Там не считал Но Нужно Посчитать Чтобы Было Более Точно Нужно Посчитать Ну Приблизительно Да Приблизительно Здесь Центр Опять Нам Не повезло Потому Что В воде Но Давайте Здесь Один Блок Я Закрою Потому Что Нужно Будет Копать Сейчас И Вода Будет Разливаться У нас Сюда Так Этот Блок Не Можно Так Все Быстренько Закрываем Вот Все Хорошо Начинаем Копать Вот Здесь Я Говорил Что Здесь Метеорит И Копая Вниз Метеорита Смотрите Что Здесь Сейчас Вот Небесный Камень Мы наткнулись Довольно Таки Глубоко Я Прокопал То И Теперь Что Я Делаю Теперь Я Разрываю Такую Небольшую Шахту Вокруг Себя Да Чтобы Понять Где Где Собственно Самый Вверх Метеорита Чтобы Уже Посчитать По той Технологии Которой Я Говорил Несколько Минут Назад Сейчас Напомню Еще раз Нам Нужно Найти Центр Метеорита Сейчас Самый Центр Метеорита Делается Это По Его Верхним Крани Вот Смотрим Так Что Смотрим Ага Это Больше Метеорит Нежели Тот Что Мы Нашли В прошлый Раз Но По Нем Еще Проще Найти Центр Он Намного Больше Я Уже Не буду Выкапывать Все Всю Шахту И так Уже Понятно Где Будет Центр Метеорита Смотрите Как я Говорил Непарное Количество Блоков Всегда У него На одной Крае Непарное Количество Здесь 1 2 3 4 5 И Вот Один Блок И Так же Само Здесь И Нам Нужно Вот Здесь Копать Так И Вот Сюда Вот Здесь Копаем Прямо Где Я Стаю Копаем Вниз Это Большой Метеорит Так И Вот Сундук Опять Нам Не повезло Только Один Пресс Только Одна Штучка Видите Бывает По разному Бывает Везет И Можно Найти В одном Сундуке Все Пресс Но В данном Случа Мне Не повезло То есть Я Конитель Напоминаю Нужно Брать В руки Дельтаплан Смотрим Так Куда Я Еще Не Летел Чтобы Уже Не Лететь В Назад Но В Этом Метеорите Мы Уже Были Соответственно Летим Просто От Метеорита Противоположную Сторону Летим Пока Стрелка Компас Опять Не Приключится И Опять Все По Новой То Есть В принципе Способ Как Искать Метеорит Я Вам Показал За кадром Я Буду Искать Еще Метеориты Столько Сколько Нужно Чтобы Добыть Все Пресс Вот Кстати Стрелка Приключилась Видим Что Здесь Один Метеорит От Второго Был Недалеко Надеюсь В этом Метеорите Мне Повезет Там Будет Два Оставшихся Пресса Мне Нужен Еще Логический И Кремниев Пресс Для Высекания За кадром Я Добуду Оставшиеся Прессы И Уже Вот Видим Что Где-то В этом Чанке Есть Опять Его Не Видно Опять Он Под Землей То Это Делать В Следующей Серии Мы Будем Уже Начинать Строить Мес Сеть То Есть Мы Сделаем И Первые Механизмы Мес Сети Высекатель Зарядник Там Ну И Все Другое Я Уже Расскажу Что Это И Для Чего В Принципе На Подписывайтесь На Канал Ставьте Лайки Я буду Благодарен Пишите В Комментариях Есть Ли У вас Какой-то Другой Способ Каким Образом Искать Алмаз Этот Способ Я Придумал Самостоятельно Ну Потому Что Он Очень Прост Скажем Так И Придумал Самостоятельно Ничего Сложного Нет Но Может Есть Какой-то Еще Вариант Каким Образом Лучше Находить Метеориты Обязательно Не Могу Найти Ну Нужный Метеорит Это Занимает Довольно Таким Много Времени Поэтому Если Есть Какой-то Другой Способ Обязательно Делитесь Об этом В комментариях В следующих Видео Я Поделюсь С этим Со Всеми Зрителями Спасибо Что Смотрели Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал Увидимся В следующих Сериях Всем Удачи И Всем Пока